Для десяти больных нужен один здоровый, который будет ходить и помогать. Именно так звучит современная трактовка указа царя Петра Великого об определении в домовых святейшего патриархата богадельни нищих, больных и престарелых. Спустя три века, в 2000 году президентом Владимиром Путиным был установлен еще один профессиональный праздник – День социального работника. 2 июня в Законодательном собрании Челябинской области в 12-й раз чествовали 50 лучших сотрудников этой сферы. От нашего района обладательницей премии стала Альмира Ишимова, воспитатель Верхнеуральского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Более 800 тысяч человек сегодня получают социальную помощь в Челябинской области. И это делают работники социальной службы по всей Челябинской области. И можно сегодня каждому из них низко поклониться поясе, сказать слова благодарности за их нелегкий, но такой нужный труд, который потом оборачивается и возвращается к ним со сторицей. Это очень важно. Социальная сфера объединяет людей разных профессий. Это психологи, медицинские сестры, повара и плотники и многие другие. Все сотрудники и ветераны учреждений Верхнеуральского района принимали поздравления 9 июня в городском Доме культуры. Каждый из сидящих в зале – это человек с большим и добрым сердцем, чутко переживающий за каждого, кто находится под его вниманием. Здесь нет случайных людей, потому что социальный работник – это не профессия, а призвание. Татьяна Бармакова из поселка Казанцевский уже 16 лет помогает бабушкам и дедушкам. Сейчас под ее опекой 8 человек. Навести в доме порядок, купить лекарства, продукты и просто пообщаться с людьми стало частью жизни Татьяны Николаевны. Теплые поздравления в адрес собравшихся прозвучали в этот день от главы района Сергея Айбулатова, заместителя председателя районного собрания депутатов Игоря Сурменева, начальника управления соцзащиты Равиля Мухуддинова, директора дома-интерната для престарелых и инвалидов Валерия Касьянова. В этот день хочется сказать спасибо каждому работнику за нелегкий труд на благо Верхневральского района. Успехов, счастья, добра, силы, оптимизма. С праздником вас, дорогие работники социальной сферы. С его самым лучшим. Рависович. Нескольким десяткам сотрудников были вручены почетные грамоты и благодарственные письма губернатора и законодательного собрания Челябинской области, Министерства социальных отношений, главы района, Собрания депутатов и Управления социальной защиты населения. Заместитель председателя районного собрания депутатов Игорь Сурменев в своем поздравлении сделал акцент на том, что с каждым годом День социального работника становится все более значимым как для самих сотрудников, так и для всего населения. Дело в том, что с каждым годом передается все больше и больше полномочий Министерству. Министерство социальных отношений Челябинской области сегодня действительно большое, значительное министерство, которое оказывает помощь огромному количеству нуждающихся. Это и нелегкий труд, это и благодарная работа, это то, к чему люди приходят не случайно и остаются навсегда. С этим могут согласиться друзья и коллеги учреждений, и те, кто ежедневно обращается за помощью к социальным работникам. Надежда Готфрид поблагодарила сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов за помощь в ремонте колясок для ее сыновей и коллектив комплексного центра за организацию выездной медицинской комиссии по узким специальностям. Мало того, что они нам организовывают эту встречу, теперь они с нами сидят, ждут в коридорах, они еще организовывают, что особенно, не знаю, как другим детям, а моим это очень нравится, чайпите. И спасибо вам большое за это, за теплый прием, за отношения. Всегда у них тепло, уютно, все по-домашнему, добрый ладеные отношения. Я желаю вам счастья и так держать. Спасибо. Концертная программа праздника была насыщенной. Творческими выступлениями радовали как давно уже полюбившиеся артисты, так и сами сотрудники социальных учреждений. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Также в этот день состоялся третий заключительный этап традиционного конкурса профессионального мастерства «Работник социальной сферы, источник сил, надежды, веры». В нем приняли участие шесть соцработников Верхнеуральского района. Каждый из участниц предстояло продемонстрировать членам жюри и зрителям свое видение о том, какой он социальный работник. Выступления конкурсанток напоминали мини-сценки, которые были наполнены как юмором, так и глубоким смыслом. Горень тепла и тушистого неба. Трещины, как ручеек, посмотри! Требезки наши развалился кувшин. Словно с поленом разделся плотник. Перед нами предстал социальный работник. По итогам всех этапов третье место заняла Оксана Кузьмичева, социальный работник поселка Межезерный. Второе место у Любови Гончаровой из Верхнеуральска. И победителем стала Наталья Пушкарева, соцработник села Степное. Деятельность социальных работников никогда не остается незамеченной. Их труд поощряется на уровне области, в том числе на уровне Министерства социальных отношений. Специалисты Минсоци не только тесно взаимодействуют с сотрудниками учреждений всего региона, но и стараются быть ближе к населению. Так, 15 июня в Верхнеуральском доме культуры состоялся информационный день. Такие встречи проходят ежемесячно в каждом районе муниципалитета. Основная цель – рассказать о нововведениях в социальной политике и ответить на вопросы жителей. В своем докладе первый заместитель министра социальных отношений Татьяна Ильина рассказала о том, на что направлена деятельность Министерства и какими мерами соцподдержки могут пользоваться жители региона. Также Татьяна Сергеевна ознакомила собравшихся с обстановкой в сфере социальной защиты в Верхнеуральском районе. В Верхнеуральском муниципальном районе семей, находящихся в социально опасном положении, 44. В них 112 детей. Семей, находящихся в трудно-жижневной ситуации, 36. И в них 89 детей. Специалистами отделения социальной помощи семье и детям регулярно осуществляются патронажи семей, находящихся в социально опасном положении, семей группы риска. За первый квартал 2017 года проведено 124 патронажа семей, находящихся в социально опасном положении. И с учета было снято 12 семей, находящихся в социально опасном положении. После доклада специалисты министерства совместно с сотрудниками управления соцзащиты провели личный прием граждан, на котором жители могли задать интересующие вопросы, зарегистрироваться на портале госуслуг. Основными проблемами верхнеуральцев стали материальная помощь и меры соцподдержки, оплата дорогостоящего лечения для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также тема социального контракта. А что для этого нужно? Для этого нужно собрать документы, все, что предусмотрено, это доходы, это автомобиль, это акт материально-бытового обследования, заключение районной комиссии. Татьяна Ильина приняла обращение граждан для дальнейшего рассмотрения и провела необходимую консультацию. По ее словам, такие встречи, безусловно, нужны, поскольку ни один электронный портал и дистанционные обращения не способны заменить живого общения с населением. Вот эти вот встречи, они, безусловно, нужны, они нужны людям для понимания того, куда мы все-таки движемся, в плане освещения каких-то приоритетов социальной политики, безусловно, тоже надо. То, что наши сотрудники системы в этом всем участвуют, и мы потом с них эти вопросы тоже спрашиваем, это тоже очень важно. Ну и самое главное, непосредственное общение ничего не заменит.